Начальный курс английского языка. Урок четвёртый. Правило чтения. Часть третья. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня вашему вниманию мы хотим предложить очередное занятие курса начальный курс английского языка. На наших предыдущих занятиях мы с вами знакомились с правилами чтения в современном английском языке. И сегодня мы с вами продолжим рассматривать эту тему. Мы с вами знаем четыре правила чтения гласной буквы в различных позициях в открытом слоге, в закрытом слоге, в позиции перед согласным r и в позиции перед буквосочетанием a плюс i. На прошлом занятии мы стали с вами рассматривать другие правила чтения. В частности, мы с вами говорили о том, как читаются несколько гласных в определенных буквенных сочетаниях. И сегодня мы эту тему с вами продолжим. Сочетание гласных букв. Мы с вами говорили о том, что некоторые гласные буквы в английском языке могут встречаться в различных сочетаниях. В зависимости от этих сочетаний характеристика гласных звуков может быть различна. И сегодня у нас есть возможность в этом убедиться. Давайте обратимся к таким буквенным сочетаниям, как double e и сочетанию ea. Обычно данные буквенные сочетания обозначают долгий звук ea. Рассмотрим следующие примеры. Tree made leak. Хочу вам напомнить, что на конце согласные глухие не озвончаются, а звонкие не оглушаются. Обратите, пожалуйста, внимание на удлиненность сонорного звука n на конце. английских слов. Meet, please, see, read, teacher, lead. Мы с вами встретились в этом слове, в слове teacher, не только с долгим гласным и, который на письме передается при помощи буквосочетания ea, но и с суффиксом ea, который вы видите на конце этого слова. Во-первых, нужно сразу сказать, что данный суффикс имеет определенное значение. Как правило, хотя есть немногочисленные исключения, этот суффикс обозначает деятеля. Во-вторых, этот суффикс имеет вариант написания ea. И, в-третьих, этот суффикс произносится как ea, то есть редуцируется гласный звук. Редукция касается и качественной, и количественной характеристики. Еще раз давайте обратимся к этому слайду и прочтем слова. Read, teacher, lead. Обратите внимание, что e, который предшествует согласной буквой a, произносится, но произносится достаточно кратко. Итак, мы с вами знаем, что буква сочетания double-e и ea обозначает в современном английском языке долгий звук e. Давайте теперь обратимся к следующему правилу чтения. И мы с вами подтверждаем то, что в английском языке очень много различных исключений из правил. Потому что то же самое буквенное сочетание ea, о котором мы только что с вами говорили, может обозначать в современном английском языке и другой звук. Это краткий звук e. Например, в таких словах как Следующее правило касается буквосочетаний e-a-r и double-e-r. Запомните, пожалуйста, что эти буквосочетания в современном английском языке обозначают дифтонг ear. Например, в таких словах как Следующее правило касается буквосочетаний e-e, Которая у нас с вами передается при помощи букв e-i и e-y. Например, И вновь обращаю ваше внимание на то, что Буквосочетание, в состав которой входит буква i, пишется в середине слова. А буквосочетание, в которое входит буква y, встречается только на конце английских слов. Буквосочетание e-y, e-w, i-e-w, обозначает напряженный долгий звук y. Примерами могут служить следующие слова. Характерным для современного английского языка является Еще одно буквенное сочетание. Такое буквенное сочетание, которое вы видите сейчас на вашем слайде, Double o, которое чаще всего обозначает звук u. Обратите внимание, долгий напряженный звук u. И встречается в таких словах, как Однако, это же буквосочетание может обозначать и другой звук. Посмотрите, пожалуйста, на это правило чтения. Буквосочетание double o обозначает и краткий звук u. Посмотрите, пожалуйста, на слайд. И встречается в таких словах, как Book, cook, cook, good, rule и других. Характерно для современного английского языка Буквенное сочетание e-y, Оно обычно обозначает дифтонг o и встречается, например, в таких словах, как Belt, soap, coat. Буквенное сочетание o-i и o-y обычно обозначает дифтонг o и. В составе таких слов coin, oil, point, boy, toy, joy, enjoy. В свою очередь, буква сочетания o-y обозначает дифтонг o-y, например, house, mouse, ground. Однако, то же самое буквенное сочетание o-y обозначает и другой звук. Это долгий, напряженный звук u. И встречается этот звук в таких словах, как Это же самое буквенное сочетание может обозначать и еще один звук. Это звук a. Краткий, ненапряженный, гласный звук. Запомните, пожалуйста, это правило. И встречается этот звук, обозначенный через буквы сочетания o-y в следующих словах. Country, young, enough. Буква сочетания o-y является одним из самых многочисленных. Потому что этим буквы сочетанием обозначается и звук o. Долгий, напряженный, гласный звук. Это правило тоже необходимо запомнить. Встречается этот гласный звук в таких словах, как Source, for, your. Буквенное сочетание o-w, как правило, в современном английском языке обозначает дифтонг ау. В словах cow, now, how, down, flower. Однако, это же буквенное сочетание o-w может означать дифтонг ау. Встречается, как правило, это буквенное сочетание также на конце слов. Snow, show, low, no. Мы с вами изучили почти все правила чтения гласных в современном английском языке. И следующая часть нашего занятия будет посвящена тренировке этих правил чтения. Обращаемся мы с вами по-прежнему к гласным звукам. Теперь мы с вами будем использовать несколько иной подход. Мы с вами постараемся запомнить, какие буквы, какие буквосочетания дают определенный звук. Начнем мы с краткого звука и. Во всех словах, которые мы хотим вам сегодня предложить, используется краткий звук и. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что до сих пор мы с вами по преимуществу говорили о звуке, который встречается в ситуации под ударением. А сейчас мы с вами будем говорить и о звуках, которые встречаются под ударением, и о звуках, которые встречаются в безударных слогах. Итак, работать мы сейчас с вами будем следующим образом. Перед вами на слайдах будут появляться слова. Вы будете их читать, затем сверять свое чтение с моим. Итак, мы с вами приступаем к чтению английских слов, в состав которых входит краткий звук и. Обратите, пожалуйста, внимание на последнее слово, потому что звук и, краткий звук и, встречается и в ударном, и в безударном слоге данного слова. Обратите, пожалуйста, внимание, что на конце слов краткий звук и обычно передается при помощи гласной буквы Y. Бисквит, busy, eleven, England, English, winter, 北, fifty, british, milk, big, six, Lips, lip, kid, system, gym, myth, worry Lucky, lucky, happy, many, very, every, fifty, sixty Я надеюсь, что вы благополучно справились с данным заданием и установили некоторые закономерности, как правило, на письме Краткий звук И передается при помощи буквы Ай и буквы Уай При этом буква А используется в начале и середине слова, буква Уай на конце английского слова Также краткий звук И в современном английском языке может передаваться при помощи буквы И в определенных позициях Потренируемся в чтении слов, в состав которых входит долгий звук И Мы с вами продолжаем работать тем же самым образом Сначала вы читаете слова, затем сверяете свое произношение с моим Три, meet, this, be, me, he, please, teacher, clean Read, see, see, t, street, green green, meat, three, tree, sea, sixteen, cheese, cream, people, leave, been, thirteen, meet. Вы, конечно же, обратили внимание на то, что долгий звук «и», как правило, в современном английском языке передается буквосочетаниями «дабл-и» или «и-эй». Хотя, как известно, этот звук может передаваться и одной буквой «и», особенно на конце слов. Следующий монофтонг, который мы сейчас с вами будем тренировать в составе различных английских слов, это краткий звук «о». Обратите, пожалуйста, внимание на чтение слов и, конечно же, на их написание. Во всех словах, которые мы хотим предложить вашему вниманию сейчас, задержится краткий звук «о». «от», «wash», «watch», «quality», «dog», «clock», «stop», «box», «not», «от», «pot», «bronze», «quarrel», «orange», «hobby», «concert», «crocodile», «harrow». Долгий звук «о» встречается в современном английском языке достаточно часто. Можно сказать, что это один из распространенных гласных звуков современного английского языка. Потренируемся в произнесении этого звука на следующих словах. «Олсо», «тол», «ол», «бол», «вом», «во», «стро», «мо», «фок», «вок», «вок», «т» for, or, august, autumn, author, law, board, source, saw, your, sought, always, raw, walk, recorder, draw, saw, chalk, already. Запомните, пожалуйста, как читается и как пишется существительное chalk, которое обозначает мел. Обратимся теперь к краткому звуку ю. Он встречается в следующих словах. Эти слова необходимо запоминать, потому что очень много исключений затрагивают данный краткий звук. put, bull, pool, fool, wool, cook, good, book, July, bush, bullet, cooking, woman, food, cook. Долгий звук ю содержится в следующих словах. Мне тоже хотелось бы посоветовать вам эти слова по возможности запоминать. June, junior, true, blue, rule, saloon, spoon, fool, full, cool, cool, room, room, to, group, soup, ruble, you, room, food, ruler, do, move, to, who, wound, fruit, to, good, moon, school, cool, cool. Вы видите, что долгий звук у может передаваться целым рядом буквенных сочетаний. А сейчас мне хотелось бы обратиться к следующему звуку. Это краткий звук А. Он используется в таких словах, как brother, love, come. Обратите, пожалуйста, внимание, что аналогичного звука, строго говоря, в русском языке нет. Это звук, безусловно напоминающий русский звук А, но более открытый и более отрывистый. Month, money, plus, sun, cut, bus, cup, up, enough, young, country, butter, onion, cousin, cousin, done, mushroom, mundy, clow, wonder, instruction, uncle, hundred. Долгий звук А встречается в таких современных английских славах как Скофф, dog, yard, park, car, car, arm, alarm, alarm, march, boss, marmalade, vase, томател, aunt, smart, father, bananer, shop. Напоминающий русский звук Э, но произносящийся между звуком Е русским и русским звуком Э, краткий звук английский Э, мы встречаем с вами в таких словах как звук, press, cell, pen, pen, hen, head, bread, death, mat, men, pet, bed, let, let, sent, went, sent, went, send, desk, rest, nest, let, let, yes, lesson, present, present, twelve, America, November. Некие сложности может представлять звук Э, это долгий напряженный звук, аналога которого в русском языке нет. Обратите, пожалуйста, внимание на то, как этот звук обозначается на транскрипции. Этот звук содержится в таких словах как звук, person, person, serve, term, her, circle, firm, skirt, first, girl, dirt, dirty, world, warm, world, world, word, work, firm, firm, turn, purple, purpose, the name, learn, learn, worse, earn, thirsty, curl, burst, perfume. Еще один звук, специфичный для английского языка, это звук Э. Открытый звук, нечто среднее между русским звуком А и русским звуком Э. Посмотрите, пожалуйста, на то, как он обозначается на транскрипции, этот звук еще называют лягушкой. Он произносится в следующих словах. Pan people, hand, hand, men, pen, hat, dead, fan, flag, bag, fat, carry, Land Hemma Cabbage Stand Glad Grammar Marry Carry Matter Black Can Battle Handsome Ad Gallery Grand Wreck Camera Canada Carrot Candle Madam Звук долгий U В современном английском языке встречается в следующих словах. Обратите, пожалуйста, внимание, что этот звук является очень важным для современного английского языка, поскольку достаточно часто выступает как смыслоразличительная характеристика. Tulip Student Pupil Tube Tune New Few View Do 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 Tuesday Music Computer Computer Звук UR Нас сейчас с вами будет интересовать. Этот звук Этот звук Обозначается в транскрипции Следующим образом. При помощи согласного звука U и двух гласных звуков U и Обратите, пожалуйста, внимание, что этот звук встречается в следующих английских словах. During During Cure Pure Pure Curious During Mural И, наконец, дифтонг I Are Который мы с вами сегодня прочитаем в следующих словах. Этот звук заслуживает отдельного внимания. Более того, несколько слов, которые я сегодня приведу вам в качестве примера, в них содержится этот звук. Обратите внимание на их написание. Особенно обратите внимание на первое слово. Обычно в интервокальной позиции, то есть в позиции между двумя гласными буквами. Буква Are Произносится И Представляет собой звук Р Вот это слово, которое вы видите сейчас на экране, является своего рода исключением. Дело в том, что звук Р В данном слове никогда не произносится. И слово произносится следующим образом. Айн Fire Тай Обратите, пожалуйста, внимание на слово Айн. В английском языке у него есть два основных значения. Это железо и утюг. Итак, это слово произносится в современном английском языке именно как Айн. Итак, мы сегодня с вами потренировались в чтении английских слов. Ну, как известно, английские слова, так же, как и русские слова, немецкие слова и французские слова, обычно не произносятся вне предложения. Поэтому сегодня мы с вами еще обратимся к нескольким предложениям и посмотрим, как же слова произносятся в предложении. И те предложения, которые я хочу предложить вашему вниманию сегодня, выглядят так. Посмотрите, пожалуйста, на слайд. It's a desk. It's a pen. Все слова, входящие в состав данных предложений, вам хорошо известны. Интересным здесь является то, что все предложения и в русском языке, и в английском языке, и в любом другом языках интенсионно оформлены. Мы с вами уже имели небольшой опыт чтения английских предложений и знаем, что все предложения повествовательные в английском языке произносятся с понижающимся тоном. То есть в конце повествовательных предложений мы с вами обязательно понижаем тон. Это очень важно, поскольку в зависимости от того, понижаем мы тон или повышаем тон в конце предложения, значение предложения может меняться. Второй характеристикой английского предложения является ритмическая организация. Напомню вам, что ритмом мы с вами будем называть чередование ударных и неударных слогов в речи. Вы наверняка заметили, что английская речь ритмична. Овладение ритмическим оформлением высказывания представляет определенную сложность при обучении любого языка, и английский язык в этом случае не является исключением. Для ритма английской речи характерно то, что ударные слоги в предложении произносятся через более или менее равные промежутки речи. Именно такая ритмическая организация характерна и для наших с вами предложений, которые мы только что с вами читали. Давайте к ним вернемся еще раз. Вы видите, что ударным является первый и третий слог. А артикль, это неопределенный артикль Э, оказывается в неударном положении. Рассмотрим еще несколько предложений, построенных по той же самой модели. Постарайтесь прочитать эти предложения самостоятельно. Следите за тем, чтобы интонация в конце предложения понижалась, и чтобы сохранился определенный ритмический рисунок предложения. Напоминаю, что ударение падает на первый и третий слога. И давайте усложним несколько задач. Возьмем распространенное предложение. Здесь у нас появляется еще одно дополнительное слово. Это предлагательное. Поскольку слово является полнозначным, то на него тоже падает ударение. И тогда это предложение имеет несколько иное ритмическое оформление. Постарайтесь самостоятельно прочитать следующие два предложения, построенных по той же самой модели. Итак, сегодня на нашем занятии мы продолжили с вами изучать правила чтения. И узнали о том, что образует английское предложение. Какое место занимает в английском предложении ритм и интонация. Спасибо за внимание. До свидания.